Так, есть? Отлично. Добрый день еще раз. Итак, эта сессия называется «Короткие встречи с НТВ-дизайном». Здесь я попытаюсь рассказать, как вообще происходит это. Либо магия творчества, либо банальные производственные процессы. Этой осенью, вы все знаете историю, у нас произошли очередные пертурбации, мы же можем жить спокойно, у нас каждый год не будет меняться. У нас ушло много программ, причем те, которые несли на себе практически основной груз ответственности за образ канала. И стала задача сделать быстро и хорошо много других программ. Соответственно, в один из прекрасных осенних, я не помню, это мелометр или вечер, мне позвонил генеральный продюсер с постановкой новой задачи. Значит, у нас будет новое ток-шоу, оно будет через две недели. Ток-шоу называется «Короткие встречи». Оно посвящено тому, что люди когда-то, любившие друг друга, жившие вместе, расстаются, а мы, то есть телевидение, то есть канал НТВ, даем им шанс в этой программе встретиться. Ну, вы все знаете о том, что есть у нас подобных программ. Значит, в чем здесь фишка этой программы? В том, что мы даем им встретиться с помощью железной дороги. То есть один человек из просторов нашей необъятной Родины едет к другому человеку на поезде. И здесь вот случилось то, что я услышал слово «железная дорога». А к железной дороге у меня с детства одно самое вдохновенное ощущение, потому что на поезде я ездил, езжу, люблю ездить. И при слове «железная дорога» я тут же вспомнил эту песню аквариуму, которую служил в Лохматом в 1987 году. При поступлении в институт, это было лето, я ехал на поезд, ехал из Москвы в Питера, из Питера в Москву не помню. Это был плацкартный вагон, это стакан с дрожащей ложечкой, это белые занавески с угольной пыли. Ну, в общем, нахлынуло. Значит, после этого я сразу же позвонил композитору Олегу Ямирову, который пишет всю музыку в НТВ-дизайн. И сейчас я попробую, чтобы он поговорил с нами. Дело в том, что Олег сейчас в больнице. Олег, слышно вам? Да, ну, раз-два. Олег, давай попробуем рассказать, что, как бы, ты услышал, и как было то, как ты начал писать музыку. Попробуем. Кстати, меня зовут Олег Камеров, я не очень слышал, наверное, Сергей меня представил. Я пишу музыку в НТВ, и являюсь самым правительством астана-дизайн. Олег Камеров, который, собственно, и пойдет в речи. Да, вся эта история началась на встрече в Кампе Сергея Шазовича, где он создал, собственно, всех будущих участников проекта. Возвращая история с самого начала, было понятно, что будет съемочная. Соответственно, там был наш замечательный режиссер, Аван Скворцов, оператор наши юные, и ваш покорный слуха. И Сергей поставил вам творческую задачу. Ну, тут я должен открыть небольшой секрет нашему преди оказать, это то, что Сергей, задача. Дело в том, что Сергей придумал такой вот фокус уже довольно давно. Кроме, как бы, официальной задачи, которая нам ставит, ну, условно говоря, заказчикам, всегда еще присутствует некая наша внутренняя человеческая такая история внутреннего пользования, которая иногда в очень странных отношениях находится с задачей как потенциальной, иногда идет паралитно, иногда совершенно статуэт противоречия, вот, что позволяет, на самом деле, просто повысить нашу приятельность, да, то есть позволяет установить контекст, который нам, для нас актуален и интересен. Что касается проекта, вот, короткие встречи, то и сам проект по себе был очень мил, вот, но Сергей, как бы, расширил этот контекст, то есть он вел, ну, вот, максимум ситуаций, которые возникают у каждого человека на решетую тему, на дороге, на путешествия по решетному дороге, как жизненное путешествие, и вот эта песня Грестничекова, которую вы уже прослушали, да, все нам известны, она, как бы, вот, вводит тоже, расширяет контекст, да, и, поискоро еще до песни, то с самого начала была понятна, что это вроде бы музыкальность, а она наложена в этом проекте, вот, ну, ладно, так, в любое, это самое разное, что все путешествуют, меня лично в детстве, еще в одежде, что разом там, кто-то вообще каждый год, а уже в разделом возрасте, года четыре, я жил между поселением и Москвой, иногда каждый месяц не видел, поэтому я еще эту сцену задумываюсь, вот, характерных, вот, сигналоков на железной дороге, которые, ведь, вот, ну, практически не могу их передавать, надо было личное предупроводить, да, но, а потому что, это визуально, эти плоские поля, окно, вот, клиничные, родные транспорты, да, которые медленно так расслуживаются, как властинка, третий оборот, и вся реальность, как будто, да, от объявлений на вокзале, до самого звука колес, и на самом деле, вот, кто, ну, путешествует, я поймет, то, что вот этот звук колес, особенно, когда в кожу звука едет, что там, вот, ты, может быть, засыпаешь, он превращается в какой-то базарный музык, да, потому что это ритмическая основа, и в вокзале всегда масса этих вот звуков и звуков, и звуков непонятного происхождения, которые вот складываются в такую музыку, помните, какого-то Тарковского стал, или когда они едут в зону на вот этой тележке, с точки зрения дороги, долго едут, и вот звук уже осторожно вот этих вот стыков превращается в какой-то базарный музык, да, за счет эффектов, за счет тела Тарковского, это передает ощущение, то, что мы уехали, далеко и действительность меняется, как бы, да, меняется реальность, такое отзрание происходит. Вот я бы пытался сделать примерно такой же эффект по физическому речке, вот, насколько это можно исправить в 20 секундах, в жарке программы, то есть на уровне ритмического и на уровне ритмическом, вот это я пытался передать. Ну, а как-то понятно, что, конечно же, тема программы ритмическая, это не в пламе ретро-звука, конкретно, потому что в жизни нет ритмического, отзрание любой граммовой, а именно фактически, причем музыка должна быть очень разнообразная, поскольку у каждого эта тема очень отечественная. И в результате поселились вот такие на свету музыки, забаванные, то есть там все эти таки, боссынула, и странные полубальцы, и даже рейки, и тело, которое я сам называю, память о микроферевертического, такое фантазияное, поклонничество, в общем, все это сомнится. А что касается вот того момента, который мне рассказал, то еще этого тяжелее нет. Это еще только в разуме, и вот начинается все вышли. Теперь нам сказать, что это из вас может и полностью подсообщаться. Вот это я. Олеже, Олеже, подожди, стой, стой, стой. Значит, теперь нам пора... Нет, вы слышали его? Они слышали тебя. Значит, выздоравливай. Я пока не буду выключать, чтобы тоже все дослушать. Итак, следующим этапом мы начинаем съемки. И я приглашу на сцену Ивана Скворцова, который был режиссером на этой, в проекте. Здрасте. Ну, я должен сказать, что у нас, конечно, не было двухнедельный проект у съема в отдела продакшн. У нас было всего 4 дня. Потому что еще неделю мы должны оставить были на графику и на все остальное. И я должен сказать, что вообще на любом проекте есть много факторов, которые работают против тебя. И на первом месте, наверное, из них сроки находятся. Вот за эти 4 дня мы успели... Первый день у нас был отсмотр на туры. Мы объехали примерно 15 станций плюс испытательное кольцо. Определились с двумя местами. Второй день был кастинг. Порядка 50 человек. Мы отсмотрели актеров и выбрали из них двух. Третий день, собственно, съемки и четвертый монтаж. Вот так все это было сжато. Ну, плюс к тому, когда мы выехали на съемки, у нас, естественно, сломалась машина. Выехали мы в 7 утра. Где-то за 2 километра до выезда из Москвы наша машина сломалась. Мы пересели на такси и продолжили наш путь дальше. Слава Богу, что директор поехал на микроавтобусе и на следующую точку, которая находится в 50 километрах. От первой мы попали вовремя. Дальше, что я хотел сказать еще, что, как правило, все раскадровки, которые мы делаем и то, что мы держим в голове, представляем себе конечный результат. Когда ты выезжаешь на съемки, что-то начинает меняться. Я думаю, что хорошо, если процентов 50 из того, что ты представлял себе, а так оно и окажется. Поэтому надо всегда быть готовым к какой-то импровизации. Главное, чтобы конечный результат был именно таким, каким ты его себе представлял. По настроению, по подаче. Потому что, ну, для режиссера, я не знаю, не может быть оправданием того, что, не знаю, он делает ролик, всем показывает и говорят, вот хорошо, только что-то не хватает. И ты начинаешь оправдываться. Да, у меня тут только Гелендваген должен столкнуться был с Мерседесом 600. Просто денег не хватило. Это те референсы, которые ребята собрали перед тем, как ехать на съемки. Вот, такого оправдания быть не может. Просто надо исходить из того, что у тебя есть и выдать, собственно, конечный продукт именно в том же, в том настроении, чтобы он вызывал у зрителя то состояние, которое тебе нужно. Так, если бы сложно, можно запустить теперь нарезку с музыкой? Мы вешали камеру на локомотив, снимали целиком весь проезд и плюс снимали в вагоне. Это испытательное кольцо железнодорожное, где можно ездить по кругу без концерта. Кстати, именно на этом испытательном кольце и застрял Олег Емиров, который должен был идти на церемонию ТЭФИ. Он на нее опоздал, когда лучше сидел в поезде и писал звуки. Очень долго мы просили нашу актрису поплакать и, наконец, нам удалось это добиться. Не знаю, вошла ли это здесь нарезка. Естественно, по срокам мы не могли использовать и ничего, кроме битакама, потому что с кино там или с Хайди мы просто бы не успевали. И это тоже надо было учитывать. И в чем мы начинаем снимать, как это обрабатывать и что будет в конце. Тут надо сказать о той драме, которая была заложена внутри всего этого. То есть он, она, они когда-то были женаты, они жили где-то в глубине России, потом, как бы, они подзрослели, они были сидеть. Это, собственно, те люди, которых мы живем в городе, редко видимо. Это российская глубинка, так как мы ее себе представляем. какой-то образ с точки зрения москвичей. То есть с точки зрения москвичей, жителей больших городов. И потом он уехал в город, они расстались. И теперь через годы, когда у него не сложилось ничего в городе, он вот уже не молодой, не женатый, и он возвращается и встречается со своей первой любовью. Замечательный оператор Сергей Антонов, он здесь, по-моему. Взяли ее? Взяли, прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Серега, ты где? Он давал ветром. Значит, такая настоящая машина времени. То есть он передаливает все равно. Мы никогда не забываем решить, что это так было. Машина времени, это же преодоление расстояния не за то время, которое предназначено для тебя, для человека, прямо отопечено. На тысячи километров перенести даже за 13 часов, это все равно очень быстро. Ничего, я думаю, что теперь можно продолжить дальше. Сейчас хватит с нарезками. Вводите ее. Отлично. Такое. Так, итак, что же мы делаем дальше? Дальше нам, собственно, из этого надо сделать продукт. А продукт, собственно, состоит из нескольких частей. Значит, теперь надо было нарисовать логотип. Значит, еще один человек, еще один прекрасный дизайнер, Данил Астовский, нарисовал вот этот логотип. Значит, в чем была фишка? Здесь вот, вообще, то, с чем мы столкнулись, это то, что даже сама эстетика, мы вот ездили, вот ребята ездили, выбирали вокзалы, те, которые, ведь они же на самом деле построены были все в эстетике, которая, промышленная революция начала века 20-го, в России, это вот времена Столыпина. И во многом, та эстетика, которая была заложена вот в советские железнодороги, в железнодороге нашего детства, в российские железнодороги, это вот та самая графическая эстетика. Поэтому я вытащил альбом Вилл Толлца, там, 56-го года, который мой дедушка подарил мою руку, дал Таню, и поставил задачу выбрать гарнитуру, которая будет абсолютно передавать вот это вот ощущение вот того времени. Потому что, на мой взгляд, это случилось, потому что он в то же время ну, несколько архаический, вне временной, и как бы несет на себе вот этот вот, какой-то вот привкус вот того времени. Значит, ну и кроме логотипа надо было сделать графику гостям Маскарев. Welcome, встречайте. Здравствуйте. Там вот все говорят про любовь к железной дороге и про то, что это воспоминания детства и так далее. Поэтому самое сложное было избавиться от, ну, так называемой сепии, то есть увести все это вот времен фильма «Свой среди чужих» с бегущим по поездам, с Яблоком Михалковым и так далее. Сделать более современным и как бы вот усилить эту тоску, которая там, короткие встречи. И там, на самом деле, не только жители Москвы боятся маленьких городов. Потому что, когда там едешь по Сибири, между больших городов, там, 800 километров, каких-то полустанков, каких-то огоньков и не дай бог там жить. Вот это вот. По моему детству я жил в другом городе, ну, в смысле, учился. И часто ездил на поезде и всегда боялся, что вот если бы я не жил в большом городе, я жил там, на полустанке. Вот. И все пропало. И вот это ощущение, нужно было как бы усилить вот этот видеоряд вот этих вот людей, которые вот, наверное, на том полустанке и жили, в отличие от меня. И сделать все-таки ее не хроникальной, не сейпи, не черно-белая, а такое более современное. ну, как сказать, не изменить при этом режиссерскую линию, то есть вот эту монтажную историю не сломать. Вот. Ну, и при этом вот это ощущение, благодаря или вопреки паровозу, люди одинокие, вот, вот чтобы оно было. Все. Давайте посмотрим теперь шаг. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо? Да или нет? Да. Можете на номер? Итак, поехали дальше. Итак, студия. Со студией там буквально следующая забавная история. Значит, две недели. Две недели, и задача стоит такая. Надо, чтобы был павильон, куда помещалось бы 200 зрителей. Кран, телега, много света, чтобы было ощущение от железной дороги, и чтобы туда можно было быстро проложить рельсы, и подбежал путь. Робкие попытки объяснить, что в принципе за две недели построить нельзя ничего, ну, как бы кроме декорации, ну, чем-то верить с трудом. Ну, как бы это невозможно, столько большой город, столько заводов, давайте мы куда-нибудь подъедем, там есть какая-нибудь ветка, туда сразу будет приедет поезд. А задача же в чем? Программа пишется пакетами, там, по две программы, и поезд туда приходит, там отходит, потом опять приходит. Понятно, да? Ну, как бы поезд, это даже не телега с краном, это тепловоз, это три вагона. Это на этом поезде привозят того, кто встречается с любимым. Причем там интрига такая, что он как бы до последнего, не как бы, а действительно не знает до последнего, с кем он встречается. То есть его фактически обманным путем приглашают на встречу, а потом он как бы устраивает такой мини-диалог в купе поезда, где он как бы видит все-таки, кто в зале. И дальше уже это выбор самого человека, выйти в этот зал или не выйти. И в принципе там, ну, вот из тех программ, которые были в эфире, там было несколько случаев, когда люди не выходили из поезда, и уже там, да, действительно так. Ну, и вообще, как бы, достаточно вот сложного, когда телевидение встречается с действительностью, всегда происходят какие-то коллапсы. То есть, почему программа записная? Потому что люди, которые приехали, и вот все, что настоящему было, у них стоит бомб в горле, и там пауза на 15 минут. Они просто разговаривают о нем. То есть они рыдают, смотрят друг на друга, и все, и тишина. Ну, как бы, в каком-то смысле это очень смотрибельно, но не 15 минут подряд. Вот, поэтому, как мы уже сказали, мы начали искать вокзал. Ну, понятно, что Ярославский, Казанский, Курский, Киевский, это были сразу. Даже все равно там все-таки железная дорога, люди еще ездят пока. Поэтому, в принципе, в зале ожидания сесть и начать что-то такое делать, практически невозможно. Надо было найти запустилый какой-то вокзал, а мы начали этим заниматься. Сет-дизайнером, тут слово «сет» написано, правда, по-русски, но не страшно, как-нибудь студийным. Дизайнером на этом проекте была Аня Бабилашевна, у которой сегодня переезд, она очень извиняется, но переезд ей дороже, чем он. Потому что она долго готовилась, там, машины, дети, тюки, бретенны. Вот, так вот. А нас с менеджером проекта, Романом Братковым, поехали по всем вокзалам, по всем вверхам, а этим вот полустанком, станцией у нас в Москве, Московской области, мне бы чем не хотелось. И начали снимать. Ну, понятно, на канатчик, а дальше сразу поехали, потому что проект подразумевал такое отношение. Потому что никто не верил до последнего, что в такие сроки вообще что-то любили сделать. Ну, отсюда вот такой вот рок-н-ролленый драйв, такая расслабленность, ничего не правило, за две недели, я вас убираю. Начали смотреть. Выяснилось, что на самом деле пространство, куда могут поместиться 200 человек плюс кран, вообще мы практически нет. Начали смотреть всякие станции. Вот такие вот, ну, вот, обратите на эстетику, да, даже того, как это, это вот в Сокольниках, по-моему. И вот мы как-то вот, еще решили вас. С Прибалтикой у нас сейчас какие-то такие странные отношения, народ почти не ездит, там полтора поезда, там мебельный салон, там дом кухни, там прекрасная какая-то гостиница, там где-то там в этажах спрятана. В общем, а как вокзал он почти не действует. И вот такой вот имеет шикарный перрон. Мы еще дебарка делали. Вот, вот смотри, роскошь какой-то. Вот, мы пошли внутрь. Вот мы там внутри вот такую роскошь увидели. Это вот там, где у нас потом, собственно, вот там, фигуста офицера. Это зала ожидания для VIP-гостей. Отсюда родился вот этот вот эскиз. Значит, в чем смысл? Делается план, ну, сцена, а при этом, ну, как вы видели, мрамор, хрусталь и так далее, ни к чему прикрутиться, опереться невозможно. То есть, конструкция самая замкнутая на себя. И центральным элементом является входная дверь, потому что это входная дверь спирона. То есть, там еще отдельная история была, как этот миллиметраж все время, поезд должен остановиться выходом ровно напротив этой двери. Понятно, потому что сразу это не получается. машинисты долго термируются. Так вот, ну, понятно, вот диван, где сидят гости, там какой момент? То есть, они могут подойти, сесть вместе, могут сидеть один. Ну, то, что такое драматургическое задумание, прижесело. Ехали дальше. Это уже непосредственно точка на трибуны и на зрителях. Вот как это должно выглядеть. Вот это наверху три проекционных экрана. То есть, в чем прелесть? Все, на самом деле, пространство, там организовано уже самой жизнью. Это уже реальный вокзал, который вот так вот узнается. Поэтому самая большая история, это его просто не испортит. Ну, в одном-то проблеме-то, ни один подрядчик не соглашался, не надеял ее на свету. Вот эта технологическая зона, вот этот весь пятак, это вход, это зрительная трибуна. Ну, то есть, в случае, вовремя, мы все понимаем. Вот непосредственно конструкция, как она выглядит спорта. Вот так выглядит фас. После этого мы сделали макет, где уже, потому что больше всего на свете я боялся, что вот эта вот хреновина все-таки завалится и завалится на людей и вообще грехами обережься. Вот, ну, как бы даже на макете стало понятно, там, и по всем расчетам, что она вроде как крепкая, держится, причем самое-то ужасное еще, что вот сверху на эту балку опирается, ну, то есть, на нее фактически крепится весь свет, который, ну, вот как вы здесь сейчас видите, вот такая фрамуга, на которой куча фонари. Вот там тоже самое. Вот, и вот все, что получилось. Ну, вот здесь не самый хороший кадр, тут несколько это все еще такое блеклое, потому что, ну, так как это все с корабля на бал, то фактически последняя ротация, уже когда программа была в эфире, она была самая симпатичная. А до этого у нас, конечно, были очень большие проблемы по свету, так как, ну, ну, то есть, света банально не хватало на такое пространство. Так как писать начинали днем и заканчивали в ночь, то опять было очень много брака по свету, и оно так развалилось. Это та же самая история, о которой говорил вот сейчас Дмитрий Лукин, друзья оператора, нам все это влагали. С этим все теперь можно включить. Там должны быть планы из студии, чтобы посмотреть как-то в эфире. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот, вот, а подымите руки просто. Можно на зал свет включить? О, вот, давайте, 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 дизайн подымите. На самом деле это, поверьте мне, я знаю это, это очень большой труд, смешно мы делаем. Потому что, вы знаете, как бы кажется, что очередной новый сезон это самый сложный сезон в твоей жизни. Я работаю на НТО уже с 97-го года, и каждый следующий был тяжелее предыдущего. Но вот в этом году это просто кошмар. Так что, все на плечах, на руках, на бесценных ночах вот этих людей. Так что, ребята, спасибо вам огромное. Да, и теперь я бы хотел, чтобы вы спросили у нас чего-то, особенно у ребёнка. Не бойтесь даже глупости. Не знаю, насколько глупость, можно вопрос. Роман Олейник, Центр практик. Скажите, вы когда разрабатываете концепцию программы, вот, именно графическую, вы предусматриваете, там, отслеживание, как одеваются ведущие, как они стоят, там, как это вписывается в общую концепцию? Вы следите как-то за этим вот именно люди? Да. А каким образом? Над этим работают отделы стиля телекомпании «ТВ-дизайн». Это главный стилист Андрей Дениченко, который вот по обязанности будет заниматься этим. Подбор костюмов, имиджа, стилем. Я думаю, как вы еще. Здравствуйте. Кобелев Олег Горд, Казань. Очень приятно. У меня вопрос по коротким встречам. Да. Как вы планировали обходиться с декорациями, если бы они пошли дальше? Передача пошла бы? Возить их на вокзал, оставлять там. Люди говорили с вокзалом, они стояли там. Господи, спасибо. Здравствуйте, Сергей Елисеев. А скажите, пожалуйста, что часто ли бывает так, что вот звук, то есть вот, что главнее получается, когда работаете над видеорядом, звук, как часто помогает в этом случае? Безусловно, помогает. Очень хорошо, если звук есть перед тем, как мы начинаем снимать. Не всегда так бывает. А вот именно с брат-кастомом, то есть вот тоже такая же водяга. То есть часто ли звук помогает построить картинку? Нет, конечно. Ну, если звук есть, то это гораздо проще. Но так или иначе, какая-то мелодия все равно берется для начала. А потом уже он как-то доводится, да, обрабатывается в конце. Один из наших композиторов говорит, что наоборот, лучше когда я сидел. Густавар Дмитрий, город Киев, Интердизайн. У меня такой вопрос по организации вашего рабочего процесса. А когда вот конкретно, вот пришел заказ, допустим, на конкретную передачу, у вас конкретный дизайнер занимается разработкой полностью стилистики этой передачи? И как бы он невосредственно работает с музыкантом, с режиссером, с юридичным... Или у вас процесс разбивается по людям? То есть кто-то делает раскадровки, кто-то рисует, кто-то придумывает цветовую гамму, кто-то отвечает за монтаж. Ну, как правило, делает дизайнер логотип и какие-то, ну, интерфейс именно дизайнер. А уже бродкаст-дизайнер и все остальное. То есть это идея, идеология и какие-то скетчи он уже рисует сам. То есть, как правило, получается так. А у вас один человек бродкаст-дизайнер? Нет, есть бродкаст-дизайнер, а есть дизайнер, который занимается именно стилями, шрифтами, которые такие вот графические для дизайнов. Спасибо. Павла Шлава, РЕН-ТВ, Москва. Я хотела узнать, вот образ ведущих для программы «Короткие встречи», как прописывался? Мне показалось, вы выбрали актеров-заставков с такими простыми провинциальными лицами, а при этом Юлия Бордовских-мелькалок, ведущей в кадре, такой рафинированной красной юбочке в оборочках. Почему так получилось? Случайно? Нет, это не случайно. Опять это вот. Это рано или поздно. Чем лучше ты начинаешь влазить в материал, тем более становится ясно, что тебе либо надо переставать заниматься своей профессией, либо начинать уже официальную программу производить, потому что ты видишь весь адиотизм, который там заложен, а ты ему должен почему-то спасать. Дело в том, что Юлию Бордовских привлекли на ведущую этого проекта, потому что это звезда. Безусловно, это звезда. Но при этом конфликт абсолютно. Это звезда мужской аудитории. То есть, прежде всего, аудитория канала НТВ. С точки зрения, новый проект на канале НТВ – звезда для мужской аудитории. Логично. Логично, мне тоже кажется, логично. Но смотрим на программу. Программа для другой аудитории. И там как бы то, что, в принципе, вот по той парадигме все правило, как бы внутри программы сразу идиотизм. Потому что, в принципе, бабушки, которые приехали рыдать на эту программу, они Юлия не видят. Потому что Юлия ходит сейчас лексапин, которая, ну, как бы, великолепная девушка, отличная, значит, визуальная картинка, прекрасная, ведущая, там, спортивных новостей, или, там, каких-то, кто-нибудь. Ну, в общем, как бы, все великолепно, но и в этом жанре. Поэтому, вот, если вы видели, вот, в последнем уже нарезке... Да, потом поменяли. Да, идея, вот, как бы, все-таки, ну, невозможно бороться с материалом все время, но мы, как бы, ее начали, там, какой-то образ, там, учительница, не знаю, образ, там, я не знаю, какой-нибудь статус, там, начало века. Ну, вот, как бы, это оттуда. То есть, в жизни, так мы вообще не одеваемся. Ну, а сначала, ну, как бы, мы пошли ровно по этому пути. Ну, как, ну, вот, ребят, две недели. Ну, то есть, ну, по-годобски, сексуально. Спасибо. А может, я у вас спрашиваю? Вам было интересно то, что вы?